Дорогие друзья, вчера мы с вами анализировали ваши жизненные выборы, которые в жизни мы совершаем постоянно. Ведь даже если мы что-то не выбираем, мы выбираем не выбирать, мы выбираем ожидания. И, к сожалению, жизнь многих из нас проходит в такой прокрастинации, когда у нас есть всякие разные мечты, желания, планы и так далее. А в действительности мы ничего не делаем для того, чтобы получить желаемое. И здесь все время вопрос, чего мы хотим и чего мы боимся. И сегодня я предлагаю подумать как раз про это, про ваши жизненные цели. Очевидно, что есть какие-то вещи, которые вы хотели бы иметь. Я не знаю, это отношения, это работу какую-то, это проекты какие-то интересные и так далее. Я очень за хороших отношений, проектов и так далее. Но прежде чем помышлять о достижении таких целей, необходимо разобраться с ошибкой, которая получила название «Ошибка выжившего». Ну, история появления этого когнитивного искажения такая легендарная. Дело было в одной из лабораторий, которая изучала во время Второй мировой войны характер повреждений, которые получали самолеты боевые во время боестолкновений, во время боевых действий. И анализируя полученные данные, можно было четко сказать, в каких местах происходит основное поражение самолетов. Крылья поломался, фюзеляж что-то там лопнул, понимаете, еще куда-то и так далее. И если, по идее, вот эти части нужно было латать, и укреплять их специальными какими-то материалами, которые бы не допускали этих повреждений. Но правда состоит в том, что исследователи имели дело только с теми самолетами, которые вернулись из боевых действий. И куда важнее это те поражения, которые получали самолеты, которые не вернулись, потому что они разбились, сорвались в результате этого боестолкновения. Таким образом, на прилетевших самолетах не было тех областей, повреждений именно в тех областях, которые являются жизненно важными для возврата самолета на базу. Ну и стало достаточно быстро понятно, что попадания в двигатель или в бензобак являются критическими. И именно такие самолеты не возвращались из боя, у которых не были укреплены эти области самолета. Ну, вещь вроде бы совершенно очевидная. И когда говорят про ошибку выжившего, все время думают, «Ну да, такая история очень интересная». Ну, это же дураку понятно, что делать так. Это правда, дураку понятно. Проблема в другом. Проблема в том, что в своей собственной жизни мы ошибку выжившего заметить не можем. Например, если вы опросите людей, ваших знакомых, например, того, кому действительно у него, у кого очень интересная работа, очень увлекательная, очень прямо яркая, замечательная, вам об этом расскажет очень ограниченное количество людей. Большая часть скажет, что работает за денег, что работа его утомила и так далее, и так далее, и так далее. При этом такие люди не постят про себя информацию, «Боже, как ужасно, это же будет выглядеть как слабость или как неуспешность и так далее». Люди не рассказывают про неудачи, по крайней мере, не делают из этого такого публичного объявления о своих неудачах. Мы свои неудачи пытаемся прятать. И получается, что в информационном поле мы слышим людей, которые говорят, я так люблю свою работу, у меня так все замечательно на работе, я в полном счастье на работе. И мы считаем, что это полное счастье на работе – вещь абсолютно доступная. Вот у Маши есть, у Паши, у Даши и так далее. Но в действительности, во-первых, они могут, во-первых, врать в целом, для того, чтобы произвести впечатление, как они прекрасно устроились в жизни, или чтобы их бывшие кусали локти, зная, как у них все прекрасно, хотя на самом деле не так. Но самое главное, что в публичном поле появляется информация, которая говорит только о хороших, о выживших случаях. И на самом деле, конечно, большинство людей сталкиваются с трудностями на работе, сталкиваются с моментами усталости, выгорания, какими-то проблемами и так далее. То же самое касается и личных отношений. Если посмотреть какой-нибудь Инстаграм, там сплошь у всех просто ляськи-муськи, сяськи-масяськи, понимаете, счастье, любовь и прочее, но на самом деле, и мы так смотрим, тоже хотим такое счастье, чтобы нам выдали. Но правда состоит в том, что это выжившие. А сколько отношений распалось, сколько случилось конфликтов, с каким трудом они к этой истории приближались, чтобы было хорошо, если там и вправду хорошо, а это не очередная маска, которая наложена, так сказать, целиком на соответствующий аккаунт. То есть наша задача посмотреть, как в нашей жизни есть множество таких идеалов, целей. Вот было бы замечательно, если бы я стал блогером в свое время. Сейчас вот блогеры сейчас погорели из-за запретов, ограничений и так далее. Но еще там несколько лет назад блогерам, казалось, все хотели становиться блогерами. При этом реально успешных блогеров, ну там на пальцах двух рук, так сказать, можно сочетать, это те блогеры, которые действительно добились того, что смогли капитализировать свою известность. И это ошибка выжившего. Все вдруг считают, что так просто. Сейчас начнем изучать, значит, делать и так далее. И станем вот такими же успешными, как и дальше вот перечень этих самых ограниченное количество блогеров, которым действительно удалось. Где-то на хайпе, где-то за счет каких-то дополнительных ресурсов, где-то в связи с особенностями харизмы и какими-то другими показателями, добиться успеха. Но кажется, что могут все. И они рассказывают, да, я вообще такой уж как вы, такой уж я вот ничего. Вот прям, ну, просто стал вот постить, и вот оно все пошло. Вот. И это тоже ошибка выжившего. Часто мы не можем добиться того, чего хотим, не можем достичь всех целей, которые перед собой ставим, по той простой причине, что мы не видим сложности пути приближения к этой цели. Мы видим сразу успешных людей, которые уже владеют профессией, уже владеют соответствующими навыками, уже заработали свой первичный капитал, уже имеют какой-то успех в публичной сфере, уже с ними что-то случилось. Вот. И это ошибка выжившего, потому что надо смотреть на не тех, кто добился соответствующих результатов, а на тех, кто не добился, у кого не получилось. Потому что если мы про это подумаем, то мы увидим, что этот не добился результатов, потому что он не сделал вот этого, чего-то не изучил, где-то не проявил настойчивость, где-то не собрал достаточное количество людей, команды и так далее. Этот проиграл, потому что сделал ставку, что сработают вот такие-таки механизмы. там, не знаю, реклама, продвижение, там, или очарование представителей противоположного пола. Вот. А они не сработали. И учиться, как говорят, учитесь на ошибках других. Вот ошибка выжившего, она предлагает нам учиться на ошибках других, а не на успехе тех, кто добился результата. Те, кто добился результата, просто вам скажут, что, ну, как бы, вот шел-шел и пришел. А вот неудачи, которые, не вернувшиеся, так сказать, из боя самолеты, вот кто нас интересует. Что они такое сделали неправильное, что не позволило добиться соответствующих целей. И таких примеров, во-первых, значительно больше, поэтому информацию собрать вам значительно легче. И как только вы будете обращать внимание не на светлые, разрисованные, заретушированные образы успеха или там прекрасных отношений, или там каких-то достижений профессиональных, а будете обращать внимание на ошибки, которые делают другие люди, стремясь к какой-то цели, и почему они испытывают поражение, и почему они не возвращаются из боя, вы точно будете знать, что вам делать. Более того, вы будете чувствовать, что вы движетесь не в куда-то, не в определенность, да, потому что главная проблема мечты, что у вас есть точка А и точка Б. Б вам нарисовали те, кто ее добились, а вот те, кто не добились, они вам нарисуют путь к точке Б. И вот этот путь вы сможете изучить, пройти, и сегодня наше задание как раз в этом и будет состоять. Но сначала давайте определимся с тем, что является нашими целями, которых мы пытаемся достичь, и что является для нас сейчас сначала идеалом, на что вы ориентируетесь, желая эту цель достичь. Приступаем, создаем список. Дорогие друзья, ну что ж, теперь у вас есть список целей, которые вы перед собой ставите. Не рекомендую сразу по нему всему работать. Выберите одну какую-то, и ту, где бы вы могли сразу и достаточно быстро получить опыт людей, которые что-то пытались сделать, и у них это не получилось. Ну, допустим, вы хотите открыть собственное дело. Значит, ну, у вас есть много, как бы сказать, интернет пестрит успехами открытых бизнесов. Но поговорите с теми, кто открывал бизнес и после этого был вынужден закрыть его. С какими сложностями они столкнулись? Почему у них это не происходило? И они вам дальше начнут рассказывать. Здесь с арендой, здесь с инвестиционным капиталом, здесь с сотрудниками, здесь то не рассчитали, здесь с рекламной кампании не рассчитали там и так далее. И вы получите путь, который вам необходим для того, чтобы из пункта А в пункт Б добраться. И вы можете взять любую из ваших вот целей и таким образом ее декомпозировать, не исходя из того, куда вы стремитесь, потому что этого совершенно недостаточно. Красивого образа результата недостаточно. Важно понимание, где люди ошибаются на пути к этому результату. И таким образом вы получаете программу действий, что вы должны сделать, что вы должны учесть для того, чтобы к этому результату прийти. И такая декомпозиция этого пути позволит вам понять ближайшие шаги, которые вам нужно предпринять, что вы должны узнать, с чем вы должны разобраться, какие скиллы прокачать и так далее. И вот, казалось бы, просто одно когнитивное искажение ошибка выжившего и правильное его использование по сути дела является ресурсом для того, чтобы вы имели четкие планы для реализации всех ваших целей, а с учетом вчерашнего дня еще и соответствующую мотивацию. Ну что, приступайте, и надеюсь, у вас будет очень интересный опыт пообщаться с теми, кому не получилось где-то создать отношения, где-то создать бизнес, где-то преуспеть на работе и так далее. Но выберите что-то сами, что вам близко и кого вы сможете на этот счет опросить. Продолжение следует...